Председатель, благодарим спецкоординатора по Ближнему Востоку Туру Венесланда за брифинг по выполнению резолюции Совета Безопасности 23.34 о поселенческой активности Израиля на оккупированных палестинских территориях. Внимательно выслушали основателя Арабо-Американского института доктора Джеймса Золбина. С обеспокоенностью заслушали оценки Тура Венесланда о турбулентной атмосфере на западном берегу реки Иордан на фоне наращивания Израилем односторонних шагов по созданию необратимых фактов на земле, прежде всего строительства израильских поселений при продолжении практики насильственного выселения палестинцев, разрушения их домов, экспроприации собственности с параллельными решениями израильского руководства по легализации форпостов на ОПТ. С начала года мы неоднократно становились свидетелями регулярных вспышек насилия как на Сбри и в секторе Газа, так и по периметру Израиля. Жертвами таких эскалаций только за прошедшие два месяца стали более 100 человек, включая гражданина России и членов его семьи. Результатами последнего рейда сил обороны Израиля в Дженине 19 июня, в ходе которого было убито 7 палестинцев, стали погромы и столкновения между израильскими поселенцами и палестинцами, которые привели к гибели и ранениям среди мирных жителей с обеих сторон. На фоне силовой активности на ОПТ не снижаются усилия властей Израиля по расширению и легализации израильских поселений. В мае утверждены планы возведения более 600 единиц жилья в поселениях на Сбри. Официально открыт доступ для израильтян на территории эвакуированного в 2005 году форпоста Хомиш. В текущем месяце израильское правительство приняло решение об упрощении бюрократических процедур, необходимых для согласования строительства и возведения более 4,5 тысяч единиц жилья на Сбри, являющихся нарушением международного права. Продолжается и снос палестинских домов. Только за май порядка 200 человек, включая 80 детей, были выселены, уничтожено более 30 строений и построены на донорские средства школы Вифлееми. Особое беспокойство связано с регулярными провокациями и нарушением статус-кво святых мест в Иосолиме. В частности, походом в комплекс мечети Алякса вновь отметился министр национальной безопасности Израиля Итамар Бенгвир, а премьер-министр Бенимин Таньяху провел выездное совещание на месте проведения археологических раскопок на Храмовой горе. Госпожа председатель, дальнейшая деградация обстановки в зоне Палестино-Израильского конфликта при отсутствии каких-либо перспектив реанимирования мирного процесса БВУ не может не вызывать озабоченности. Рецидивы насилия на ОПТ при параллельном размывании международной правовой базы урегулирования в результате односторонних действий израильтян напоминают об опасности сохранения вакуума в переговорном процессе. Необходимо признать, что ситуация будет оставаться взрывоопасной до тех пор, пока стороны не достигнут взаимоприемлемых договоренностей по всем вопросам окончательного статуса с опорой на общепризнанную международную правовую базу БВУ и двугосударственную форму, в поддержку которой мы неизменно выступаем. Госпожа председатель, в последнее время наблюдаем определенную положительную динамику на Ближнем Востоке. На этом фоне вызывает сожаление, что за бортом подобных процессов по-прежнему остается проблематика БВУ, прежде всего ее палестинский аспект. Коллективная дипломатия в сфере Палестино-израильского регулирования фактически застоповалась. Во многом это стало результатом одностороннего решения США и Евросоюза о заморозке деятельности Ближневосточного квартета международных посредников. В этой связи актуальны и значимы остаются озвученные по итогам председательства министра иностранных дел России Лаврова на дебатах Совета безопасности ООН по Ближнему Востоку наша инициатива о проведении консультативной встречи России, ЛАГ и группы региональных государств, активно вовлеченных в досье БВУ. Хотели бы сразу уточнить, наше предложение не направлено на учреждение нового формата в реструктуру. Его цель – подтверждение и придание импульса реализации ранее принятых международных решений в данной сфере, включая соответствующие резолюции Совета безопасности Генеральной Ассамблеи ООН, арабскую мирную инициативу, мадридские принципы, в том числе земля в обмен на мир и формулу двух государств – Палестина и Израиля, сосуществующих в мире безопасности. Россия привержена созданию палестинского государства в границах 1967 года со столицей Восточного Иерусалима. Наша позиция последовательна и не подлежит никаким конъюнтурным изменениям. Полагаем, что инициируемая нами дискуссия способствовала бы синхронизации подходов и усилий ведущих ближневосточных игроков на треке БВУ, в том числе по проблематике преодоления межпалестинского раскола, и в дальнейшем помогла бы сформировать необходимые условия для возобновления прямого палестино-израильского диалога по комплексу вопросов окончательного статуса. Благодарю вас. Благодарю вас.